Элина Полякова Элина Полякова Элина Полякова Каждое воспоминание Как страшный сон Рассказывает Элина Ильинична Однажды просыпаясь ночью Вижу, как все куда-то бегут Перепугавшись, бужу своих боевых товарищей И вовремя на лагерь наступали немцы Прорываясь сквозь шквал пуль Запрыгивая в последнюю машину Нескольких человек, которые сидели в кузове рядом со мной Убили Я чудом осталась в живых Именно тогда молодая Элина впервые по-настоящему испугалась. Подобную историю могла бы рассказать любая девушка тех лет, любой парень, который попал на войну. Ветеран войны Николай Звонарев решил поделиться своими воспоминаниями. Не только рассказать, но и показать, с чем столкнулся на войне. В фойе областного парламента выставка его картин. Каждая картина – это радость. Я не понимаю. Любой пейзаж, портрет – это все-таки радость. Это перенесено на полотно. На полотно творческое перенесено. Есть у меня делается тюдок, я с натуры в основном все пишу. Каждая из них – это реальные воспоминания. Жизнь реального молодого человека тех лет. Для большинства посетителей Парка Победы – это всего лишь один из музейных экспонатов. А вот Григорий Михайлович своего Иосифа Сталина узнал сразу. На таком он освобождал Ленинград, Новгород, Варшаву и штурмовал Берлин. С ним он прошел дорогами войны и во сне, и наяву. 22 года каждую ночь во сне видел войну. Причем в таких вариантах, в которых лично не участвовал. Для Элины Поляковой война закончилась так же неожиданно, как и началась. В мае 45-го она находилась в Братиславе. Вдруг мы услышали выстрелы. Мы подумали там, ну, женщинами, что вышли на нас немцы. Но когда мы выхлечили, мы поняли, что все стреляют почему-то вверх. Говорят, война окончилась, победа. Через некоторое время она приезжает с Саратов. Вспоминает. Все налаживалось постепенно. Трудно было с фронта сразу переключиться на обычную мирную жизнь. Но в одном она была уверена – обязательно продолжит учебу. Все, кто окончил войну и не получил образование, все хотели очень учиться. Я всегда любила очень много читать. Это у меня, наверное, хобби. У меня мой мамин брат, дядюшка, он был инженер-электрик. И он обслуживал дом Красной Армии. Тогда назывался. В свободное время встречалась с друзьями, подругами из Медицинского университета. Ну, вообще-то мы всегда любили липки. Всегда все любили липки. Мы ходили в эти липки почти каждый день. Там в этих липках после войны были танцы. Была танцплощадка, на эту танцплощадку мы ходили. И даже с своим будущим супругом мы ходили на курсы бальных танцев. И танцевали бальные танцы. Даже такое было. И при Доме офицеров тоже была площадка. И мы ходили в Дом офицеров. И на эту танцплощадку ходили, которая была около Дом офицеров. Там сейчас сквер Вовского района. Тоже танцевали, там был тир, там был театр. Вот мы очень любили липки. И очень мы любили ходить на дачные остановки. Мы всегда ходили в лес на прогулки. Все было как у простой девушки. Как будто и не было тех страшных военных лет. О том времени напоминают только многочисленные награды. Самые ценные для нее – это медали за боевые заслуги и за победу над Германией. Их она получила еще на фронте вместе со своими боевыми товарищами. Наше поколение обязано тем, что мы взрослеем теперь в 18-20 лет. Борис – обычный парень. Учится в университете, занимается общественной деятельностью, помогает родителям. В 15 лет поставил себе цель – окончить школу с золотой медалью. Теперь стремится получить красный диплом. День своего 18-летия я очень ждал. На пороге новых открытий. Это уже первый курс института. И понимаешь о том, что теперь ты полноценный гражданин. Решил связать свою жизнь с общественно-политической деятельностью, чтобы не оставаться равнодушным к всем ситуациям, которые сейчас происходят в городе, в области. Мне кажется, если надо наводить порядок, то надо начинать со своей песочницы. Помимо работы и учебы, Борис находит время и на общение с друзьями. Есть у него и свои любимые места. Конечно, основной – это проспект Кирова, места боевой славы, парк Победы и, естественно, Кумысная поляна. Элина и Борис – два саратовца. Две судьбы, которые могли бы быть так похожи, несмотря на разделяющие их 65 лет. Могли бы, если бы не война. Война, которая заставила повзрослеть. Конечно, рвение в бой было бы, поскольку защищать свою страну, кто, если не мы. А так, наверное, еще, конечно, страх. Потому что не дай бог оказаться на месте наших дорогих ветеранов. У Элины и ее сверстников выбора не было. Они не мечтали быть героями, но они ими стали. Было только одно огромное желание, одна на всех цель – победа. Сегодня у каждого из нас своя жизнь, своя дорога, свои стремления. Все мы можем сделать что-то для тех, кто пожертвовал своим детством, молодостью, ради жизни, ради каждого из нас. Ветеранов осталось не так уж и много, если быть честным. И с ними нужно проводить работу на протяжении, естественно, всего года. Но это, я думаю, наше правительство, наше государство должно думать о ветеранах. А мы, в свою очередь, просто должны, как молодое поколение, уважать, заботиться о них. Потому что они отдали многие жизни, здоровье, ломали себе судьбы. И мы должны просто им во всем помогать. В Парке Победы молодежь вместе с ветеранами сажают деревья. В следующем году на этом месте будет пусть небольшой, но лес. Фронтовики с благодарностью смотрят на молодежь, объясняют. Такого стремления от подрастающего поколения даже не ожидали. Вот иногда спрашиваешь пятиклассника, а когда началась война, а он не знает. Но это наша вина, вина старшего поколения, что мы мало им рассказываем. Но большинство слушает рассказы своих родителей, дедов, они с уважением относятся к войне. Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь со с тобой. А я остаюсь со с тобой, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. И я приложу все силы, чтобы мое дерево выросло. И если буду жив, я буду на него смотреть и даже буду ухаживать. Ведь через несколько лет, лет через пять, можно сказать, что уже 50% или не 50% полностью ветеранов не будет. Молодежь – это прежде всего будущее. Об этом знают и сейчас, знали и 65 лет назад. Вот только жизнь разная. На долю тех молодых девушек и юношей выпало огромное испытание. Благодаря им живем мы. И теперь это наша задача – сделать все, чтобы у страны было будущее. Низкий поклон всем тем, кто выжил. Вечная память всем, кто не вернулся. Огромное спасибо. Это в первую очередь. За чистое небо над головой. За то, что они дали дорогу в жизнь. Мы сейчас живем тому, что благодаря им, можно сказать. Если бы не они, сейчас нас бы не было вообще. Всем ветеранам в первую очередь здоровья огромного. Чтобы их всегда сопутствовала удача. Самое глубокое уважение им выразить и пожелать только здоровья, самое главное. Спасибо.